как я делаю манок на ваш духовой по типу хубертус или дивана заготовку орех яблоко вишню данный момент снова вишня диаметр я беру от 2 до 3 сантиметров примерно длину 5-6 сантиметров в принципе не особо важно нужно 4 от удобства держания зависит звук камеру можно сделать любую это первый шаг второй шаг я беру перьевое сверло допустим вот начинаю с одного диаметра высверливаю посадку под мембрану под жесть далее перехожу на меньший диаметр миллиметра на 4 можно на 2 на 4 надежнее лучше делаю второй шаг под другую мембрану и перехожу на третий период сверло сверлю где-то до половины и дальше досверливаю обычным сверлом штук делается в принципе ничего сложного дальше все вручную просто ножом обрабатывать форму мембраны отверстия где-то от двух до трех диаметр от двух до трех миллиметров две мембраны ставлю одна на первой площадке 2 2 и все дальше ну на 2 делу диаметр а потом в этой мембране постепенно увеличиваю на все по кругу и в 1 2 одновременно до 3 где-то пока не попадешь нормальный звук ступени глубина ступени зависит от толщины мембраны все подбирать надо опытным путем последнее я за сверлю диаметр сверла 3 миллиметра и могу оставить такой же или увеличить примерно до 5 миллиметров тоже все потом вручную надфилем ну штук точно если не подойдет все просто методом тык подбирается все вот так все выглядит изнутри кольцами идет углубление это для того чтобы вырезать вырезанная мембрана не проваливаюсь дальше мембрана аккуратно усаживается на суперклей никуда она не денется все по диаметр делается все хорошо будет звук будет например он так далее берем ножичек стачу кому как удобно делаем вокруг диаметра проточку под шнурок веревочку здесь пока все так и остается кого не устраивает такой брутальный вид берем наждачку полируем защищаем ножом удобнее делать не знаю по типу стамески по типу якута потому что держать маленькую заготовку не очень удобно обычный нож зарезается стачивает таким ножом поудобнее вот по типу якута нож но это не кота больше как стамеска здесь такой не линзовый по типу односторонний до стамески но все равно им удобно простым ножом не очень продолжение следует итак мембрана готовы вот одна и побольше вторая изначальный диаметр отверстия 2 миллиметра может потом до трех пойти сперва маленькую мембрану опускаем получается вот так она будет стоять между ними расстояние расстояние может идти от пол сантиметра ну примерно даже может быть до сантиметра зависит толщина просто толщина мембрана все это экспериментальным путем ну 2 закрывается все сейчас звука не будет наверняка потому что воздух проходить звука нет осталось посадить на клей и заняться увеличением или оставлением отверстия продолжим следует теперь важно вклеили первую мембрану затыкаем ее пальцем и пытаемся выдать или втянуть в себя воздух через муштук если проходит проверяем вот у меня проходит значит я буду вот это вот углы вверх проливать супер клеем что вообще воздух не просачивался со второй мембраны тоже самое все продолжаем следует так все мембраны все вклеены ну и наждачкой ну штук немного так для виду облагородил так вот этот вот сегодня делался этот уже вчерашний вчерашний звук сегодняшний до диаметр пришлось увеличить до двух с половиной здесь и здесь у меня получилось около четырех мембраны все две до двух с половиной с двух увеличил сперва звук очень тихий был но я сейчас не стал гром громкий сделал делать но больше такой звук слышит один надо потише в принципе ману другой помощней манки работают на не на выдув а на втягивание в себя короткое втягивание в общем я рекомендую мне уже шестой десяток и я как-то привык пользу духовыми манками а вот эти вот клизмы на вкус цвет товарищей как говорят сейчас нет мне по душе в общем такие простые самоделки каждому свое